Ладно, мы начнём? Давай. Это проект о КВНщиках и о людях разных, что мне интересно, и поэтому тебе первый вопрос, как и всем, кто ты такая? Я Вера Цукаленко. Как-то крето, корито. В общем, я Вера Цукаленко. Я КВНщица, играю в команде КВН «Такая история». Мы первый сезон высшей лиги. А вообще по обычной жизни я работаю солисткой Белгородской государственной филармонии. Я народный вокалист. А тебе нормально то, что тебя народница называют? Да, совершенно. И причём до КВН народница, народница, ну ладно. То есть не было особо такого народного вокалиста или певица. А вот уже после КВН, когда я вышла в образе народном на музбиатлон, уже о, народница, народница. То есть тогда уже прям так пошло, что я народница. Но могу сказать плюсом, что в КВН не было раньше такого, чтобы человек с народным вокалом выходил и пел. Ну, выходили, да, пытались что-то петь народное, но это было в эстрадной большей манере. А вот именно как народный вокалист, как народница никто никогда не пел. Так что это уже плюсик и галочка в нашу команду. Ну, тебе ещё приходится конкурировать с гражданочкой из жюри? С Пелагеей? Ну да. Я очень её уважаю как профессионала, но... Но есть но. Ты можешь сказать? Ну, не знаю, мне не нравится. Как она поёт? Ну, не знаю, просто не нравится и всё. Но бывает такое, что ты смотришь на человека, а он тебе не нравится. Ну, это свои замашки. А она давала тебе вот какой-то фидбэк? Они жули подходят после игры? Нет. Нет? Когда она сидела в жюри на полуфинале, мы просто обменялись с ней взглядами, поклонились друг другу, всё поняли и всё. Больше ничего. Как для тебя начался КВН и как для тебя начался юмор? Вот тебе рассказать, когда для меня начался серьёзный КВН или когда вот просто сам КВН? Решать тебе. Ну, хорошо. У меня... Я очень глубоко начну. Давай. У меня очень юморная семья. Очень юморная. Это постоянные подколы друг к другу. Это... Ну вот, нету ни одного дня, чтобы мы друг друга не подкалывали. И КВН у меня прям пошёл с детства, с телевизора. Это была такая команда сборная Владивостока, если я не ошибаюсь. Это была моя любовь. One love просто. Я уже в высшей лиге, когда встретилась с капитаном, я ему сказала. После игры, когда я выиграла мусбиатлон, он ко мне подходит и говорит, ну что он мне играет, тебе ноги теперь кланятся. Ну, такое вот было. Я смотрела КВН по телевизору. Мне было очень интересно. Это было смешно. То есть я там маленький ребёнок, но я осознавала это всё. Вот это юмор, шутки. Там все смеются. Мне смешно, как бы всё. Потом КВН для меня научился так. У меня старший брат играл. Мы жили в Хабаровске тогда, на Дальнем Востоке. Играл в школьный КВН. И потом наша команда выиграла школу. И решили сделать сборную Таёшки. Село или посёлок Таёшка. Не помню, как это называется. И вот мы жили рядом с посёлком Вятской военной части. И сделали команду ТВ+. Играли тогда в Дальневосточной юниорской лиге, КВН. Дошли до финала в 2001 году. Сколько лет туда было? Мне уже 7. То есть я училась в первом классе. Люди сейчас посчитают, сколько тебе сейчас лет. 25. И получается, что мы дошли до финала. Заняли второе место. Я вышла с краснющими, плачущими глазами. В чёрных очках, чтобы никто не видел мой взгляд. Потому что у нас произошло, что музыка совпала. В одном конкурсе совпала одна и та же музыка. И нам две десятых убрали. Хотя мы были первые. Ну, раньше такие правила были. Вот я не знаю. Ну, в детском КВН было так. А редакторов? Не знаю, ничего не могу сказать. Потому что я не помню. Уже столько лет прошло. Потом я оттуда переехала уже в Орловскую область. Потом в Орловскую область и переехала ещё раз в Орловскую область. И попала там в КВН, в школу, в школе. Ну, чтобы поменимали, промежуток был где-то, ну... Это было 7 лет, когда я первый раз играла. А потом мне было 12. Где-то 12-13, где-то так. И мы заняли третье место. Поехали на следующий год первое место. Потом ещё поехали опять первое место. И вот как раз в школе и в этой команде я играла со своим другом, с которым сейчас играю, в такой истории. И уже окончив школу, опять же, я вернулась к... То есть 18 лет, но с очень большими промежутками. Я опять вернулась к КВН. Мне просто друг говорит, не хочешь со мной... Как его зовут? Юра. Юра Дернов-Ван Лав. Я люблю тебя. Он мне говорит, хочешь в моей команде поиграть? Я говорю, ну, давай. И мы выиграли Лигу ОГУ. В Орле. Потом я уже уехала в Белгород. После окончания мне опять же пишет Юра. Говорит, не хочешь в Курске, в Юго-Западной Лиге? Нам пейться нужно. Я говорю, ну, давай. Я приехала, и до конца сезона Юго-Западной Лиги мы как раз стали чемпионами, играла. Потом ребята уехали в Минск, в международную. Но у меня с работой не получилось. Они меня звали на каждую игру. Прям на каждую. Но я говорю, ребят, ну никак. Ну никак. Ну никак. А потом они уже съездили в Сочи, их добрали. Их добрали в высшую лигу. И я поговорила с капитаном, поговорила со своим начальником. Он сказал, ну надо ездить. Вот так. И я оказалась в высшей лиге. С постоянными доборами. Первая игра сезона? Ну, какой лишь может быть, что ты в Сочи не была? Первая игра сезона, ты выходишь в Сочи. Это же ты же, ну не Сочи, а это театр. Ага. Ну, как этот зал, и для многих же это же прям. Честно, вот по телевизору, театр кажется такой большой. А когда я пришла на сцену, вообще сначала, даже Планета Куэн, кажется, зал большим по телевизору. Когда я вышла на сцену Планет Куэн, я... Что? Оно же огромное. И так же было в театре. Мне казалось, что это огромное какое-то здание. А оказалось, совершенно нет. Ну, кто знал, что камера умеет увеличивать? Я тогда не знала. А зал в филармонии, они в Польше? У меня в филармонии зал... Ну, вот по моим ощущениям, он больше, чем в Планетиковой. Может, по местам меньше, но сам по себе больше. Ну, вот Сатра. Сатра. Я выхожу прям, когда именно во время игры у меня было первое появление. Эх, хорош ты мужик, Захар! Не была бы я замужем, отдалась бы тебе прям тама! Так ты ж не замужем. Я вышла с гэгом, то, что... Шутка была. Эх, хороший ты мужик, Захар! Не была бы я замужем, отдалась бы тебе прям тама! Это было мое первое появление. И когда я приехала уже после игры, после эфира, у меня просто на работе все ходили. И до сих пор мне люди припоминают. Люди, допустим, КВНщики другие, с которыми я там встречаюсь на каких-то там мероприятиях совершенно случайно, которые играли давно. Ну, некоторые их до сих пор помнят, а они до сих пор в КВНовской тусовке там ведут разные лиги. И вот мне тоже человек сказал, говорит, твое вот это... Ну, просто шикарно! То есть меня запомнили так. Ощущения были, я прям... Круто! У хорошего артиста, если ты выходишь на сцену и не боишься, ты не хороший артист. Все равно какой-то мандраж должен присутствовать. То есть... Вот у меня, допустим, есть такое, что... На работе чаще это бывает. Когда я выхожу на сцену, и я не помню, как я спела, значит, я спела хорошо. А если я помню... Я домой. Я пишу заявление, на увольнение и ухожу. А как тебе вот то, что ребята, с которыми ты выступаешь в команде, они... Ну, они вроде поющие, но... Насколько они поющие для профессионального артиста? Ну, то есть... Ты же слышишь, как они поют и куда они поют? Кто-то не дотягивает. Кто-то перетягивает. Кто-то вообще не ту мелодию поет. Но ребята стараются. Они стараются, они прислушиваются, они тебя, ну... Меня слушают, пытаются подстроиться. То есть они стараются, чтобы хоть как-то пытаться петь, вытягивать. И это похвально. Я их люблю. И ничего плохого сказать не могу. А тебе близок их юмор? Да, но иногда я его не понимаю. Может, в связи со своей тупостью я не знаю. А так, да. Это очень... На самом деле, я считаю, что это очень здорово. Даже у команды КВНВДВ была такая шутка в музыкальном номере, что чтобы историков понять, надо постоять. Вот у нас именно такой юмор, который не для всех. Очень образовательный юмор. То есть у нас был такой персонаж Керенский. Вот ты знаешь, кто такой Керенский? Как юрист даже знает, кто такой Керенский. Ну, а вот я предлагаю узнать, кто такой Керенский. Людей напишите в комментариях. Я не буду рассказывать, кто это. Вот вы возьмите сами и напишите. То есть на момент выступления ты не знала, да, кто это? Нет, я знала. Я-то знала. У меня, понимаешь, у меня родители военные. И, допустим, даже в детстве для меня очень было интересно... Ну, ладно, BBC «Живая природа» — это всем, я думаю, было интересно. А мне конкретно было интересно «Тайны Третьего Рейха». Почему распался союз. Потом связанное с развалом империи. Там древняя Греция, древний Рим. Вот всё. История для меня это была. Вот, не знаю, я до сих пор, когда сижу дома, открываю YouTube, документальные фильмы. Всё, что связано с историей. То есть мне даже меньше интересна природа вот сейчас. Мне интересна именно история. Не потому, что я играю в команде «Квен» такая история, а потому что мне само по себе это интересно. Когда вы играете участие, вы идите, типа... Ну, домой. Вчера ты имеешь в виду? Нет, не вчера. Ну, домой. Первая игра сезона. А, ты про первую игру сезона? Мы ещё там. Мы ещё там. А я что-то уже ещё... Я ещё вчерашний дне. Честно, ну, расстроились, думали. О, пупух. Я вообще не поняла, что произошло. Было расстройство. У нас там и плакали люди, конечно. Кто-то нервничал, психовал, истерил, злился. Ну, у каждого по-своему эти эмоции проявляются. А мне просто... Надо было ехать на следующий день уже на работе, стоять на сцене, поэтому я... Ага, выступили. Блин! Не прошли дальше. Поезд, скорость. Всё. То есть у меня именно так. А для мужчины, который вот у вас миллион лет в КВН играет и сорвал всё, пытается... Капитан? Ну да. Я уже не помню. Честно, я не помню. Вот первые вот эти эмоции. Ну, Женя нам всегда говорит, что... Ребят, мы сделали всё на максимум. Мы учтём свои ошибки и сделаем круче. Всё. Мы молодцы. У нас самый лучший капитан. Не знаю. Я вот даже сегодня с ним разговаривала и сказала то, что... Ты знаешь, я заметила одну вещь, что двух людей, которые руководят моей творческой жизнью, одного Евгения Сергеевич, то есть это капитан, а второго Евгения Алексеевича. Я говорю, в Жеке правят мной. Это очень круто. Первый добор и вторая игра. Так, сейчас я вспомню, с кем мы играли. А, тогда у меня был образ Екатерины Второй. Отсюда вопрос из такс-топа. Какой? Какая твоя любимая императрица и почему Аллегрова? Да реально был такой вопрос. Я люблю просто женщин. Я не могу сказать, что у меня есть любимая императрица. Но, знаешь, одевать вот эти вот наряды, вот эти вот... Вот это ты парик. Ты такая красивая, такая желанная. Это круто. Вообще переодеваться, переображаться. Как это вообще слово правильно говорится? Переодеваться? Преображаться? Преображаться. Все, вот. Я просто сказала переображаться. Прям... Ну, вы поняли. Короче, это здорово. То есть, ну, я была Екатерина Вторая и Елизавета Петровна. Ну, я думаю, императорский наряд, это прям мое. Ну, вы чувствовали, что вот это появилась народная... Народная любовь к вам? И везде в комментариях под первой игрой, под второй игрой, под полуфиналом, что какого хрена засудили такую историю? И вы там чуть ли не... Ну, как народными такими стали. Вторым после НАТИ. Да, это чувствовалось. Но при этом все замечают, что волжан добирают, а что такая история тоже добиралась столько же раз. И не играл на этом поле ни разу. Ну, честно, у меня самые главные болельщики в моей жизни это родители и лучшая подруга. И папа прям очень сильно бомбился по этому поводу, что как так? Ну, там пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. И он тоже постоянно мониторит все комментарии. Помню, даже как-то оставил комментарии в официальной ли... Ну, в официальной группе ВКонтакте. КВНа. Прям такой хороший комментарий. Он оставил прям такой комментарий, я ему пишу, пап, не пались. Я понимаю, у нас разные фамилии, но ты-то у меня ВКонтакте в отцах стоишь, не надо. Не, любовь чувствовалась, потому что даже ко мне подходили мои коллеги. Да не может быть такого, да не может быть такого, да как так, да как так? Мне мама звонила и говорила, что вот мы с Юрой закончили школу в одном селе. И нас знают, причем все, все село. К маме подходили. Ах, они там такие-то, раз такие-то, там всех жюри ругали. Да такого не может быть. И нам писали, и мне потом в личку писали. Люди находили меня ВКонтакте, писали, какие мы крутые, какие мы классные. Ребята, мы за вас, там, все это. В Инстаграме, ВКонтакте. Везде люди писали, где только можно. И любовь чувствовалась. А как вот после первой игры личка ВКонтакте увеличилась? Увеличилась? Нет. Личка ВКонтакте увеличилась после музыкального биатлона. Но я могу сказать, что даже не только личка, а и просто личка немножко начала преобразовываться. Это как? Ну, личная жизнь. Заиграла другими красками. Ну, сюда не стали звать. Да? Прям кто-то в открытую, кто-то так просто, там, нашел тебя в группе, там, решил с тобой познакомиться, там, просто написать тебе, сказать, какая-то крутая. Там, ну, я говорю, ну, спасибо. Ой, ты когда там в Москве будешь? Может, сходим куда-нибудь? Я говорю, я не знаю. О нас я уже знала результат, то, что у нас, ну, после 1-4 получилось, что нас опять не взяли никуда. И я такая, а я не знаю, а я не знаю, а я не знаю. Мне было такое, что давай я тебе дорогу оплачу, приедешь там, погуляем, потом уедешь обратно. Я такая, уф, нет. Ну, вот так было. А когда в очередной раз добрали? Какие ощущения были? Это как раз было на последнее 1-4. Мы выходили с капитаном как представители своей команды за НАТИ. Мы, кстати, очень дружим с ними. Просто я стою за сценой, за, получается, за Александра Васильевича. Стою вот так вот, скрестив пальцы. Просто я настолько сильно пережала. У меня же посинели, похолодели. Ну, нервничала, переживала реально. И тут Эрнст говорит, что мы из прошлой игры хотим добрать такую историю. Я как заорала. Я думаю, если мысляков-то слышал, он подпрыгнул, потому что у меня очень, ну, очень громкий, сильный голос. Все начали обнимать. Я всех расталкиваю. Где мой капитан? Где мой капитан? Женя! Да, ты где? Я здесь. Просто мы на встрече друг к другу побежали, прыгали, радовались. Я там плакать начала. Говорю, давай нашим, давай нашим. Быстрее открываю телефон, мы записываем голосовое сообщение. И все такие, в смысле? То есть у нас член команды, в смысле, я ничего не поняла. Говорю, ну вот, нас добрали. Серьезно? То есть люди даже не поверили, что это произошло. Это было очень круто. Эмоции, я говорю, там все радовались. Тогда же еще Михаил Дудикову ходили. Их не добрали, ни Сочи не добрали. И, ну не знаю, у меня сначала была вот эта мега-радость. Потом я понимаю, что вот ребята, с которыми мы очень хорошо общаемся, их не добрали. И мне стало грустно. Потому что вот кто бы что ни говорил, но когда ты играешь в КВН, когда ты знакомишься с таким количеством людей, они... КВН, да, это вот как большая семья. Это реально так. Мы все друг друга любим, все поддерживаем. Но во время игры, да, бывают моменты, конечно, что вот соперничество, что хочется победить в любом случае. Но все равно ты переживаешь за другую команду, если у них там не получилось, их не добрали или еще что-то. Ходит байка, что вас очень любит Эрнст и очень сильно не любит... Вы не нравитесь Александру Васильевичу Маслякову. Насколько вы слышали эти слухи, насколько это близко к правде? Скажу по секрету, меня Эрнст поцеловал даже. Но я не знаю на самом деле, насколько мы не нравимся и насколько нас любят. Я стараюсь на это не обращать внимания, то, что меня Эрнст поцеловал и все. Не, ну я после каждой игры, допустим, подхожу туда, к членам жюри. Не знаю, мне Константин Эрнст просто как... Ну, нравится просто. Вот я говорю, Пелагея мне не нравится? Ну, потому что он не нравится, она мне и все. Ну, я ничего поделать не могу. А Эрнст нравится. Александр Васильевич, он что говорит по каждой игре? Он же дает фидбэк? Он же обычно ссылается тем, что дает фидбэк каждой команде. Ну, тогда это бывает, когда уже после игры все становятся, ждут Александра Васильевича. После первой игры, когда мы продули, он прошел. Ну, жаль. Все. После второй игры не помню, если честно. А вот сейчас после полуфинала он тоже проходил мимо. Я не помню. Вот честно, я не помню это. Я помню, что вот он проходил, а что говорил, не помню. Ну, вылетело это из головы. Потому что я постоянно, мне постоянно после КЛН надо ехать на работу. И у меня все. Я вот одной ногой здесь, другой уже в другом месте. И поэтому я как-то не запоминаю это. Не потому, что я рассказывать не хочу, а просто реально у меня вылетает это из головы. Светлогорск? Ох, господи. Я понимаю, наверное, что ты хочешь спросить про Светлогорск. На самом деле, эта поездка для меня намного значимей, нежели чем, не знаю, наверное, для всей команды. Родные пенаты? Да. Я приехала, вообще я приехала раньше, чем команда. Я родом из Калининградской области, из города Черняховск. Там родилась. И там вот как раз у меня сейчас вся родня по маме, да и по родному отцу они там живут. Когда я приехала конкретно в Светлогорск, в сам Светлогорск, я ходила по каждой улице. Я на этот момент еще переписывался и разговаривала с мамой, там по видеосвязи ходила, все. Мама говорит, ой, вот тут-то так-то было, а здесь так-то было. А там через переулок твоя прабабушка жила, в честь которой тебя назвали. Для меня это было, ну, очень важно. Просто я побывала в том месте. То есть, у меня мама рассказывала, говорит, а вот туда ты вниз по улице спустишься, там музыкальная школа, в которой я училась. Это родные места. Вот даже я не была... Нет, в детстве, может, я была когда-то в Светлогорске, но я этого не помню совершенно. Потому что мы уехали, мне было пять лет. Но вот само понимание, что это вот твое родное, что по этим улицам ходили, там, твоя мама, твоя бабушка, твоя прабабушка, это здорово. А папа? Папа у меня же Черняховск. Поэтому вот так. Ну как, это родная земля дает силы? Ну да. Знаешь, я говорю, на родную землю лучше выступаешь. Ну не то, что лучше, но ощущения другие. Насчет Светлогорска, что еще могу сказать? Ну, все же знают, да, что с первого показа нам сказали до свидания. Я плакала. Реально плакала. Ко мне первый, кто подбежал успокоить, это Малик из Нати. И вчера я первая к нему подошла. После этого. То есть прям на сцене как-то так получилось. Рокировочка. Все были в шоке. Все не понимали. Мы тоже не понимали. Но в итоге мы показали новую программу, нас взяли. Мы опять показались. вечная команда Добор. Это как мученики, наверное. Как тебе камера яблит твоих плеч? Ой, Господи! Когда меня снимали, и камера пошла, и я пою в этот момент и думаю, потому что там же татуировки на спине! И причем Миша Ярченко ничего об этом не сказал, что Вера, надо замазать татуировки, там еще что-то. Нет, не было этого. Ну, просто два раза вот так вот. Облетела. Ну, зашибись. И потом уже, когда встретились после Светлогорска и с авторами, и там с другими командами, все такие крутые татухи. Блин! А что не так? Ты их открываешь или что? Ну, вообще, как бы, вот у меня есть татуировка на руке. На работе я ее скрываю. Но есть определенная этика. Ну, там понятно. Да. Но я думаю, что для КВН и для телевизора раньше существовала тоже определенная этика. Но вы представляете, Елизавета Петровна с спартаками на спине, нет? Да, если кто-то плохо рассмотрел, у меня там горы и панда. Я могу сказать, что мама, когда первый раз увидела мою татуировку, она сказала, лучше бы ты себе сапоги купила. А папа, я причем сделал татуировку, я знала, что он отрицательно как бы относится, человек военный, подполковник. и он такой, говорю, ну, я очень издалека начала. Прям очень издалека начала. Я ему рассказываю, что вот у меня есть татуировка. А, ну, говорила, 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 говорила. Говорю, ну, я перед ним. И специально руками махает их бы и объясняю. Ты ничего не замечаешь? Что, знаешь, тебе воните. Он не понял. Я говорю, у меня татуировка. Иди. Я показываю. Лучше бы ты себе на лбу набила, не забуду, мать родную. Я говорю, да. Говорю, мать мне сказала, лучше бы ты сапоги себе купила. Я говорю, надо было вот так вот. Купила бы лучше сапоги, да? Ну, я же говорю, у меня очень номерная семья. А какой из этих советов тебе ближе? Что? Ну, сапоги и что-то на лбу забить. Сапоги. Даже не думаю быстро. Сапоги. Ну, нельзя. Это же рабочее место. Я думал, Голос, да. Но все равно место-то рабочее. Вот лицо. Что для тебя, КВН, зачем ты в него пошла вот сейчас в высшую? Ну, понятно, кроме увеличения гонорара как артиста. Гонорара? А кому-то платят? Нет, например, человек скажет, вот, здравствуйте, хочу вас на свадьбе, чтобы вы у нас попели. Не было таких случаев. Не было. Не было таких случаев. Вообще не было. Вы же орел, представляете, давайте вот повышенную там зарплату сделаем. Ну, я же в Белгороде живу работаю. Да. В Белгороде все равно. Не, в Белгороде, конечно, там, и начальство меня поддерживает в плане КВНа. То есть, был такой случай у нас с Евгением Алексеевича Олешникова, художественный руководитель и дирижер народного оркестра. Вот, как раз первый учитель Вани, но из МС по классической гитаре. Такой седой дядя. Алексеевич, он на юбилейном концерте 10 лет вместе с народным оркестром, когда я вышла, там, можете, у меня на аватарке, кстати, стоит с этого концерта фотография. Когда я вышла, я вышла, стою к микрофону, думаю, сейчас запою. Он микрофон. Красивая, правда? И он сказал то, что Вера у нас, помимо того, что певица, так она еще у нас актриса, играет в Камуде Ковен, такая история, город Орел. Все, у-у-у-у. Он такой, ну, кому интересно, посмотрите все, да-да. Ну, то есть, так, то есть, он, наоборот, за развитие человеческое, вообще, как артиста. Я очень люблю его за это. Но Белго, в Тарелом, маленькие города. У них, как бы, популярность после эфиров? 400, 500, что-то такое. Нет, тебя узнавать стали сразу после первой игры, второй игры, третьей игры? Нет. Как это? Ну, вот, чтоб ты понимал, допустим, я с этим и даже сталкиваюсь на работе, приезжаем куда-то на концерт, я выхожу на сцену, накрашенная, красивая такая, в платье, с убранными волосами, такая, все, знаешь. Выхожу, от первого, ухожу со сцены, привожу себя в человеческий вид, ну, в смысле обычный, в человеческий, не в артистический, стираю губы, красную помаду, обожжаю красную помаду, и вот, выхожу за сцену, там стоит женщина, ой, ну вы же в оркестре, да? Я говорю, ну да. ой, там сейчас так девочка красиво пела. То есть, даже бывают и такие моменты, что люди меня вообще не узнают. Вот сейчас, когда на гастролях были, но все равно тоже человек там, блин, где-то я тебя видел, я где-то тебя видел. Я говорю, ну ты КВН смотришь? Да. Говорю, команда КВН такая история. Ну? Я говорю, ну певица. Серьезно, это ты? То есть, я тебе говорю, меня люди иногда не узнают, потому что на сцене я одна, а в жизни вообще совершенно другая. Я выгляжу даже по-другому, мне кажется. Да, а люди, которые вот тебе пишут, они отличают образ от того, что на сцене образ, ну и в жизни какая-то, ну не образ, а просто в жизни. Мне кажется, когда люди вот, смотрят на тебя со стороны, да, когда ты на сцене, там на первом канале, они все, они все так думают, что ты такая, вау, ты такая классная, ты такая неземная, прям ты такая, прям вся. На самом деле, ты обычный человек, ты совершенно простой человек. То есть, да, они, может, воспринимают тебя там, что-то где-то повыше, там, намного, может, их круче, но на самом деле, просто тебе повезло, просто тебя показали на первом канале. То есть, ты оказалась в нужном месте в нужное время. Да, все. То есть, получилось так, и вот ты просто на телевизоре, но ты ничем не отличаешься от обычных людей, которые ходят с тобой рядом, там, по улице, в кафе или еще что-то. Полуфинал? Как это, в шаге от второго места? Я офигела. Я реально в этот момент офигела. Не, понятно было, я думаю, что для кого не открою секрет, что борцы были фавориты. Ну, понятно, да. Это, то есть, ничего страшного и запрещенного не говорю. Вот лично по моим ощущениям, когда Татнефть, все, да, я думаю, ну да, вот, есть с кем побороться. Вот реально. Хотя, я очень обожаю ребят из Татнефти. Прямо они зайки-пупсики. И мы потом разговаривали, говорят, да, мы вас очень любим, вы, немногие, кто с нами дружит, ну, все считают, что Татнефть, там, какие-то блатны или еще что-то, все задается за деньги, хотя ты знаешь, что КВН-то такое, денег нет. В этом вопросе выиграть, не выиграть, нет денег. В этом вопросе есть, либо ты вкладываешься, выдаешь материал, на максимум, либо ты не идешь дальше. Ну вот, они выложились на максимум, мы тоже выложились на максимум. Ну, видимо, по мнению жюри, кому-то чего-то не хватило. Ну, ты считаешь, что песня «Барселона» это прям супер-класс? Вообще, сама песня «Барселона» это супер-мега-класс. Все. Да, но она заезжена, затрахана и высушена. Группа КВН просто в КВН-е с 2001 года по 2019 в каждой в одной игре хотя бы песни. Но она была сделана круто. Песни КВН звучат. А, кстати, как тебе вот то, что великолепный голос, прекрасная гражданочка, мое почтение, поешь лучше всех для меня, на мой вкус. Я прямо с первой игры за вас болел, мне пофиг. неважно, ну просто у вас хороший юмор, мне так и нравится юмор. Ну да. И говорят, о, Света, она же классно поет, во уже они их добирают, как это, когда вы все время в тени, хотя вас так же добирают, у вас великолепно поющая гражданочка. Не знаю, я не думала об этом, просто не думала. А вы понимали, что на редактурах, вот вы же видите других, вы понимали, что у вас песня, ну она такая, типа тяжеловата, она у группы там, ну у Радио Свободы не работала, у Бакса участников это все тяжело слушать, все эти казацкие хоры, все эти народы, они прям такие, даже у Союзов это все в прокуратах. Тканя было. Да, тяжело слушаться. Ну на самом деле, у меня во мне постоянно, во мне допустим, постоянно боролась это, что может под фонограмму, а может не надо, может все-таки под фонограмму, ну под музыку просто, а может не надо, а может да, а может нет, а может да, а может нет. И я постоянно, у меня постоянно вот этот разрыв происходил. То есть сначала я ребятам говорила, ребят, нужна фанера, ребят, нужна фанера, а потом, не, не, фанера не нужна, а потом, ребят, нужна фанера, а потом, никакой фанера, вы чё? Ну, не знаю. Как по мне, мы все равно сделали круто. Это было очень круто. Не, это круто и хорошо, но это надо сидеть, слушаться, слушать. Очень, это такая песня на очень, на отложенном эффекте, так он знаешь. Да, я понимаю, да, о чем речь. Когда ты поешь, и ты такой тип синиш, и, ааа, ааа. Ну, у нас у команды юмор такой, всё на отложенном эффекте, мне кажется. Да нет. Не, юмор понятен, он хороший, простой, легкий. Ну, для меня, по крайней мере, я не знаю, не хочу, даже с другими говорим, кто за свой опыт говорит, мне нравится, легко воспринимается, да там, А вот сами песни, это не я, вот сама эта тема. Не знаю, мне казалось, она очень забавная и смешная. Забавная и смешная. Не, ну, у вас был человек, который слушал это и говорил, блин, ну, ребят, надо очень сильно просаживать всё. Да, конечно. С нами работали, даже мы, там было два куплета, наверное, и мы такие, ну, фигня, ну, не смешной. И мы просто собрались вокалистами, чисто вокалисты, которые подавали эту песню, сели, и говорили, давайте там выстроим композиционную как-то песню, как сделать так, чтобы это интереснее заиграло. То есть она первоначально вообще не так должна была звучать. Мы всё это сделали, выстроили, выкинули два куплета. Просто в эфире ещё выкинули. Выкинули два куплета, то есть мы её сжали, мы её сделали более интереснее, как-то она заиграла по-другому, мы потом показали, и нам сказали, вот так сегодня и показывайте. То есть это было там показ Александру Васильевичу, ну, редакторский, завтра уже генпрогон, и послезавтра уже запись. То есть мы сказали, мы вот так сделаем, показывайте. Всё, понравилось. Мы оставили в таком варианте. Есть вот более позитивные песни вот в русском фольклоре? А, сейчас укушу тебя. Фольклор и русское народное, то, что обычно люди привыкли слушать из прекрасных уст Людмилы Зыкиной, из Бабкиной, как-то смешно, из Бабкиной. Ладно, ну, в любом случае. Такое, из Бабкиной. Нет, я очень их люблю, я уважаю безумно Людмилу Зыкиной. Это для меня one love. Но Кадышева ещё есть. И Кадышева тоже есть, понимаешь? Там и Пелагея тоже, я говорю, как профессионал, если рассматривать. Да, очень круто прям вещи есть. Но фольклор это совершенно другое. Ребят, да, кому интересно, можете посмотреть, что такое фольклор, послушать на записи Белгородской области. И чтобы понимать фольклор, нужно к этому, ну, чтобы полюбить фольклор, нужно с возрастом к этому прийти. Не ко всем это приходит. Так что, если вы будете что-то искать, ищите, найдите то, что вам нравится. Ну, я имею в виду, не мрачные сюжеты есть, но вот ой, то не вечер, выйду в поле с конём, это же прям... Выйду ночью в поле с конём, это авторское. Хорошо. Но все равно считается народным, но не суть важная. Мы сейчас не дебаты, а ой, то не вечер, да, там это вот... Да есть, но таких вот, что прям очень мало. Но чтобы не свалиться в частушки вот эти скоморожские, вот эти скоморохов, скоморохов. Нет, они более какие... Они весёлые есть. Например? Господи, перевоз Дуня держал из репертуара кубанского казачьего хора. Но они в любом случае, они нету такого, что прям весёлая, прям... Ну, хотя распорегайте, хлопцы, кони, то есть, ну, тоже весело. Ну, я не знаю, но очень мало таких песен, именно народных, которые можно в КВН вставить, чтобы это было красиво. Чтобы это... Мало того, что было смешно, чтобы это было красиво, эстетично, очень мало. То есть, ну, здесь как раз и трудность в нашей команде, что мне ребята пишут. Вер, какие песни ты можешь петь весёлые, народные? Я просто сама ищу по себе лирик. Я больше к лирике, нежели чем там весёлые какие-то. То есть, вот любишь, что, свечку ложить, включить? Я люблю песни, которые трогают реально душу, какие-то внутренние переживания там, о любви, может, о родине, о маме. Но именно они гладят твою душу, они её трогают. Не щупают вот это, да, как там я тебя бум-бум-бум, ты меня... Ну, ладно, не будем делать рекламу этой песни. То есть, всякие Алисы, пустары Пугачёва. Вот, у Пугачёва есть очень крутая песня, не старая, её Даниил Пложников перепевал, нас бьют, мы летаем, если вслушиваться в текст. То есть, ты такое больше любишь? Да, я больше лирика. Говорю, мне... Вот, в русских песнях чаще важен текст и мелодия. А если идёт ещё крутое сочетание текста, мелодии, смысла, песни, то вообще катарсис, просто невозможно. Ну, мы же большинство английских песен, очень большое количество русских людей не знают английский язык, но большинство английских песен мы слушаем, ну, мы же не задумываемся о тексте, мы чисто не задумываемся о тексте. Ну, пусть будет так, ладно. в большей степени люди, когда слушают английские песни, не задумываются. Ну, ты же слышишь слова. В большей степени русских людей очень мало знают английский язык. Ты плохо о нашей стране думаешь. Это не я думаю, это иностранцы, у меня друзья иностранцы, и они очень удивляются, что русские очень не знают другой язык. То есть, у меня подружка была когда-то очень давно, есть же группа Three Days Grace. Есть такая, это существует. Да, есть. И у них есть песня I hate everything about you. Офигенная песня. Она, какая она крутая, какая она крутая. Я говорю, а что тебе нравится в этой песне? Ну, как он поет, музыка. То есть, люди, не зная иностранный язык, слушают иностранную песню, им нравится сочетание музыки, голоса, именно даже звуков, слов. Правильно я сказала? Простите, лингвист, здесь неправильно. Вот. Им очень нравится именно из-за звукового сочетания все это слушать. Я ей говорю, а ты знаешь вообще о чем песня? Ну, я клип смотрела, там что-то они злые такие. Я говорю, нет, ты вообще смотрела перевод этой песни? Она, нет. Я говорю, ну вот посмотри. Когда она посмотрела перевод этой песни, она ей понравилась еще больше. откуда любовь к Ване Нойзу? О, это очень сопливая история. Так же, как и со Светлогорском. Ну, не сопливая. У меня старший брат, сейчас он муж, отец двух детей, прекрасный человек, самый лучший старший брат. И когда, я не знаю, мы уже, наверное, в Амцинск переехали, либо еще в Хабаровске жили, не помню. Был еще такой телеканал, как MTV. И как раз у Ани была первая песня для радио. И вот меня брат позвал, говорит, иди, 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 иди. Крутая, крутая песня. Мы с ним послушали, и да, первое время мы вот с ним вдвоем как-то по Нойзу фанатели. Потом время расставило все по-другому, и уже к Нойзу я вернулась, наверное, когда, а, на первом курсе встречалась мальчика, он дико фанател по нему. Прямо на гитаре все играл. И я начала опять слушать Нойза. Самая моя любимая песня это «Ругань за стены» и «Вселенная бесконечна», в которой я одно пою во второй. И как-то мне опять понравился Нойз, и потом «Устрой дестрой», с Чачей у него была песня, мы ходили с друзьями по улице, два друга, у меня один сейчас в Чехии живет, а другой женат. Ну, мы его потеряли, короче. Он женат, у него ребенок, ну, я люблю шутить на этот счет, что все, Леха, ты потерянный. И мы как-то ходили, вот просто даже забавный случай, мы ходили по деревне, пели его, ну, пели вот это «Устрой дестрой», читали, там, Леха зачитывал, там, все остальное мы пели вдвоем, втроем точнее. И летом асфальт нагревался, мы ложились там рядом с администрацией на асфальт, смотрели на звезды, там, курили, они вспоминали о нем, как бы, ну, ладно. И кто-то из ребят сказали, ну, слушали, опять, что я слишком много об этом говорю, мы слушали, и мне кто-то из ребят говорит, Вер, прикинь, когда-нибудь с Нойзом петь будешь. Вот как-то, знаешь, в звезды было сказано, и получилось так. И как тебе? Круто. Потому что Ланя очень большой профессионал, на самом деле, да. Он человечный человек. Но, допустим, вот когда ты крутишься в этой сфере деятельности, ты понимаешь, что, да, человек там, как-то отрешенно к тебе. Это не значит, что там, ты ему не нравишься или еще что-то, или он там звезда, а ты никто. Нет. Ну, потому что у всех свои проблемы, у всех свои какие-то заботы, и я, допустим, у меня подружка такая, ой, а что ты к нему не зайдешь, не возьмешь у него фотограф? Автограф. Автограф, прости, я заговорилась. Ничего страшного. Если ты у него не возьмешь автограф. Я говорю, ну как, ну человек занят, переодевается, ему после концерта отдохнуть надо, что я попрусь-то? Ой, ты с ним работаешь, ты можешь это сделать. Я говорю, я не могу это сделать, чисто человечески, чисто по-человечески я не имею права даже это делать. Пускай человек отдохнет, он только со сцены, человек думал, Ванечка, Ванечка, дай мне, пожалуйста, автограф, или Вань, дай автограф. Ну не могу я так сделать. Просто получилось так, что когда только зарождался проект, ну перед этажами вот у нас на фестивале, я зашла к Евгению по работе или уже после отпуска, он говорит, вот такое-такое есть ситуация, что мы будем с Ваней, там песня «Ярдан». Он, ой, может попробуешь? Говорю, давайте. Ну попробовали, записали. Ваня сказала, окей. Все, так и получилось. На репетициях вы общаетесь или вы вообще не пересекаетесь? Он же должен как с оркестром порепетировать. Ну репетируем, да. Но я его, опять же говорю, я просто человека не трогаю. Ну нет, он тебе не говорит, так, что-то вы тут поете, пой вот. Нет, он мне может, нет, он мне может сказать, Вер, ты там не в ту долю вступила. Я, ну прости, я затупила. Там, мне было, да, то, что взгораю, я там, на репетиции не там вступила, он мне после песни сказал, что Вера, вот здесь надо, ну там, объяснил, говорит, тут надо вступать. Говорю, а, все окей. А сильно отличается вот рок-музыка? От? Да, в общем, ты обычно занимаешься. Ты знаешь, я как-то привыкла плавать во всем, что я уже настолько адаптировалась, что у меня нет разницы. Понятно, что я могу там из одного состояния переходить в другое, что здесь вот я сегодня там пою народные песни, там, завтра я там пою перед детьми что-то более эстрадное, там, послезавтра я на КВН, там, еще где-то, еще где-то. Я уже привыкла, и я уже не вижу разницы. То есть для меня, знаешь, нету такого, что, ой, это так мега круто отличается, или вот это сложно, вот это легко. Я нет, я как-то пытаюсь все... В общем, это уже моя стихия. Я в этом уже плаваю. Вопрос из текстопа? Давай. Ну это вопрос такой, как делать вот этот призвук, вот как, который вот этот скоморожский, вот этот, ой, вот эти все громкие штуки народные, как они делаются, насколько они влияют на голос? И почему они всегда такие, как забавушки воспринимаются? Странный какой-то вопрос. Почему? Ну не знаю. Я уже, я говорю, я настолько вот к этим моментам привыкла, мне трудно даже на него ответить. Как забавушки. Вообще, люди, изучайте русскую музыку, изучайте фольклор, хотите что-то узнать, лезьте в изначальное. Вы узнаете, что означают эти призвуки. Вот эти, ах, их, ох, вот это вот. Вы узнаете, что это. Реально там, я не знаю. Дома, скажи сейчас, ты же здесь. Да мне трудно. Просто, я могу ошибиться, а потом меня на учебе меня убьют. Ничего страшного, на учебе меня убьют. Я еще учусь, работаю на двух работах и играю в КВН. А еще в группе пою. В группе поешь? Да. Подожди, на двух работах работаешь? Да. Играешь в КВН? На которые не платят? Ну, суточные-то у нас есть. Суточные? Суточные. Не скажу сколько. Не скажу. Ну, жрать-то надо на что-то. Вот. И дошли. Да, еще пою в группе. Что у тебя за группа? Ну, мы пока кавер-группа. Звуки Ба тоже в Ютубе есть. Можете полазить, поискать. У нас очень интересная группа в том плане, что мы играем современную музыку на народных инструментах. Это у нас... А, и, кстати, вот вам название. Вот вам название, почему звуки Ба. Баян, балалайки, барабаны. Ну, сейчас уже две бабы. Вот и все. Не, ну, бабы это я уже сама придумала, а так звуки Ба, потому что, да, балалайки, барабаны и баян. Знаешь, какое, по моему мнению, самое смешное слово? Какое? Сейчас у меня получится, если его правильно произнести, я скажу. Шампунь. Ну, смешно же. Почему? Ну, потому что шампунь. Вот это, вот это именно, вот это. Пунь. Ну, самое смешное слово. Ты знаешь, там не какой-то квадрокоптер, там депилятор или еще что-то, а именно шампунь. Пунь. Шампунь. Много таких звуков тебя веселит? Да. Я очень веселый, позитивный человек. Нет, сейчас, сейчас прям, сейчас прям так круто попробую сделать. Шампунь. Вот это. Пунь, 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 пунь. Ну, это смешно. Хорошо. Ты меня свободна. А еще я умею блять, как коза. А у меня с вами на работе сейчас это у меня администратор. Приехали в деревню и там стояла коза. У меня вообще были козы в детстве. И я очень любила с ним проводить время. Они как собаки, вот честное слово. Они будут за тобой ходить, могут дома хранять. Так что козы очень крутые животные. И мы были в какой-то деревне, там рядом с ДК стояла коза. Ну, я начала мекать, как коза. А коза на меня смотрит, но народ не открывает. А все как бы видят, что она звук не произносит, а звук откуда-то идет. И вот у меня администратор на работе любит, ну, записала видео, где я блею и любит его пересматривать. Кубок мэра? Кубок мэра. Ну, все уже будут ждать. Не знаю. Через три недели другие выйдут, так что... А, все знают, да. Эфир на следующей неделе? Я могу сказать, что ну, я тоже не... Ну, я не расстроилась. Я расстроилась больше, наверное, за Нати и за Будем дружить семьями. За Наполеон я рада. В любом случае. Но вот за Нати и за Будем дружить семьями я расстроилась. Просто я видела слезы девчонок и Будем дружить семьями. Ну, это такая игра. Ну, что поделать? Ну, я слышал, что они лидерами шли. После первого конкурса, да. Они были лидерами. Финальные вопросы? Ну, ну, они... Ну, как они, они для всех, но будет странно, это сейчас в очередной раз задавать их молодой девушке. Ну, потому что он, этот финальный вопрос, с которого я всегда начинаю, он для мужчин в возрасте, которые рок-музыка занимаются, ну, вообще музыка. Ну, давай. И задам тебе его. А сегодняшнего дня плюс 20 лет. Я вижу себя мамой. Мамой двух замечательных детей. А, сцена, вокал? Ну, если я останусь через 20 лет на сцене, то, ух, как круто будет. Мне будет 55, и я на сцене, зашибись. Тебе 45 будет? ладно. Через 20 лет... А, ничего страшного. Я не гуманитарий, но, нет, я гуманитарий. Хотя, я считаю, это глупое подразделение людей на гуманитарий, не гуманитарий. ладно. Я, нет, через 20 лет я вижу себя мамой, это 100%. То есть, если я буду еще на сцене, это было бы круто, если я буду на сцене, если я буду в тусовке КЛНовской еще существовать, или окажусь где-то далеко, и в любом случае, я считаю, что в будущем у меня все будет круто. А какой твой КВН тот? Сангаджи Торбой. У меня, кстати, в инстаграме есть фотка с ним. Я его когда увидела, я такая... Сангаджи, Сангаджи. Ну, мне очень нравилось с детства, как он поет, прям вообще я восторгалась им. А я очень хотела с ним сфотографироваться, а мне Настя Захарят помогает нам с реквизитом, все. Он говорит, ну давай, я его знаю, давай, сфоткаю все. Не, Настя, давай лучше завтра, может там, ну я там какая-то некрасивая, ну, загоны обычные женские. Говорит, Вер, ну давай. Не, не. И она к нему подходит, говорит, Сангаджи, вот с тобой человек хочет сфотографироваться, но стесняется. Он, я смотрю, что ты стесняешься, иди сюда. Ну для меня КВН, да нет, для меня, вот, просто, это тот период детства, когда КВН для меня просто был. Я, кстати, вот Евгения Андреенко, капитана нашего, я помню его в премьерке. Я не была с ним знакома, но я его когда первый раз увидела, то есть, ну вот, на игре, когда мы играли в финале Лиги УГУ в команде КВН-праздник вот с Юрой Дерновым и Романом Сёминым, тоже он у нас играет, он, мы играли в одной команде, и вот Женя тогда пришёл на игру, и я такая, блин, где-то я его видела, где-то я его видела, а потом, а, он же в премьерке играл, то есть, я его вспомнила, и, не знаю, и даже вот тот КВН, тот, всех лет, это тот КВН. А в Орле, он как вокальная звезда? Кто? Да, капитан ваш. Он же играет в КВН миллион тысяч лет. Ну, я бы не сказала, что, ну, опять же, для тусовки, да, мы все звёзды, для КВН-овской тусовки, именно вот наших, в Орле, мы все звёзды. Вот, всё. А так, что, прям, говорить, что мы для обычных людей, там, звёзды, ну, нет. Ты смотрела обзорщиков, хоть одних? да. То есть, ей понравилось, а кто нет? Ну, мне нравится Косяков, не знаю, может, мне просто как мужчина нравится? Не знаю. Я смотрела, кстати, переоценку, я даже Косякову на странице в Инстаграме написала, что, да, продолжайте, это было очень интересно, полезно, познавательно, спасибо за комплимент. А он мне написал, о, прикольно. Но он читает свои комментарии, так что. Да мне понравилось, на самом деле, смотреть обзоры, ну, меня в обзорах хвалят. Иногда я, конечно, не согласна, ну, у каждого своё мнение, на этот счёт. Иногда я, бывает, не согласна, так, в принципе, говорят правильные вещи, бывает такое. Не могу, ну, Косяков, ну, просто он нравится, как мужик, всё, я поняла, да. У тебя был такой, ну, я видел, на самом деле, такой комментарий, но я видел его и Насте из Меди, и у Ксении Корневой было, и, надеюсь, под этим видео тоже будет, но будет странно, что он, ну, после того, как я его проговорил, его ещё кто-то напишет, но вот баба, чуть-чуть схуднуть, и будет огонь баба. Ты ставкился с такими комментариями? Нет, я их не читала, но в жизни слышала, да. В жизни слышала? Да, конечно. Ну, знаешь, что я тебе хочу сказать, поэтому схуднуть, не схуднуть, там, дойдите в задницу. Кому-то что-то не нравится, ну, там дверь, ну, там идите, понятно? но она, ну, понятно, что в любую дверь, которая вам интересна, идите. Да нет, на самом деле, ну, конечно же, любая женщина хочет быть привлекательной, да, переживает там из-за своей полноты, садится на диету, но чаще она это делает, когда влюбляется, когда появляется мужик, она, о, боже, я там слишком толстая для него, или еще что-то. Да, это бабские загоны, такое есть, если вы бабы, лайкните видео, и все. Да, есть такие загоны, реально. Но если он тебя выбрал, как ты можешь быть слишком толстой для него? Это комплексы. Окей. Это комплекс сидящий вот здесь у тебя в башке. Нет, ну, я, допустим, понимаю чисто для себя, что не из-за того, что мне говорят, что тебе надо похудеть. Мне плевать на ваше мнение, друзья. Ну, не плевать, но это есть, это есть мнение, это имеет место быть, как бы. Ну, я понимаю, допустим, что мне надо немножко схуднуть. Для себя, лично. Зачем? Надо. Это для сцены. Для сценического. То есть, или держаться просто в определенном размере. Не, ты прикинь, если я похудею, там, на 20 килограмм мне придется костюмы новые шить, или эти перешивать. Ну, это же бабки. Нет, ну, это шутки, конечно. Но в любом случае я понимаю, что там, ну, мне хочется. Ну, вот, мне хочется. Все. А влияет на вокал? У меня нет. У кого-то, может, да. Нет, понимаешь, если ты сильно худеешь и резко, конечно, это влияет в целом на твой организм. А когда ты это делаешь постепенно, при этом ты занимаешься физическими упражнениями, то есть без вреда для собственного организма, естественно, это никак не повлияет. Вот, вот, чистое сравнение взять, Анну Нетребко, академовокалистка, кто не знает, прославившая Россию. Она свою карьеру начинала вот такой тростиночкой, прям, худющая была, и какой голосина. И сейчас она шикарная женщина, с шикарными формами, и какой голосина. Сохранилась. Монсеррат Кабалье, какой у нее голосяка был, да? Людмила Зыкина, какой у нее был голосяк. Но при этом, опять же, камера, она увеличивает, я вам скажу, да, кто не знал, я тоже очень долго не знала. И при правильной съемке человек может показаться выше, либо больше. Людмила Зыкина была очень маленького роста. Но ее снимали так, что она казалась высокой и статной. Она королева. Она королева. Она реально королева. А Анна Герман? Анна Герман, она больше эстрады пела. Тебе нравится? Она же такая как раз про женскую долю. Да, Анна Герман нравится. Особенно нежность песни. Просто. Она очень красивая. Спасибо, что пришла. Да нет за что, зовите еще. Могу еще что-нибудь рассказать. У меня столько офигительных историй. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...